Судья дает свисток, шумят трибуны. В УСК Подмосковье проходит матч заключительного тура первенства Щелковского района по мини-футболу среди мужских команд. В воскресенье определялась лучшая команда группы А, сильнейших футболистов. В этот же день и подводились итоги. С ноября 2015 года начался этот зимний турнир, в котором приняло участие огромное количество игроков. Всего в мероприятии участвовало 44 команды из всех городских и сельских поселений Щелковского района, а также города Фрязино. Возрастной состав участников первенства начинается с 16 лет. Сами команды формируются из трудовых коллективов, учебных, дружественных, спортивных клубов поселений района. В некоторых случаях роль тренера в командах выполняют сами лидеры. Как правило, сложившиеся уже коллективы, сложившиеся команды, где нет тренера, а есть чувство локтя и чувство ответственности. Все приходят на матч подготовлены, настроены на игру и с серьезным отношением. Турнир был жарким. В последнем состязании определялся главный победитель. Борьба между Мапкип и Динамо выдалась напряженной. Весь первый тайм судейская команда держала под контролем, а во втором для зрителей началась настоящая интрига, чей план на игру окажется выигрышным. Команда Динамо пошла намеренно на риск, но, к сожалению, проиграла. Мы вывели пятого полевого и им было необходимо делать. Ну, немножко не подрисчитали свои силы и пустили несколько мячей ненужных. Каждый понимает, что каждая ошибка может лишить команду вот этого пятимесячного марафона. Поэтому все сосредоточены и все, конечно, играют только на победу. До последних секунд крайнего матча велась напряженная борьба, но результаты распределились следующим образом. Среди команд группы А первое место заняла команда Мопкит Московского областного педагогического колледжа инновационных технологий. Второе место – центр. Третий – Дюсш Динамо. Лучшими игроками в этой группе были отмечены Андрей Рузавин, Мопкит, как лучший бомбардир, Алексей Калошин из МФК Монина, лучший вратарь – Евгений Круглов, Медвежьи озера, лучший тренер – Алексей Дульдиер, Мопкит. В группе Б победу одержала команда МФК Щелкова, в группе В АБК – Торпеда и группе В – Союз, команда Заря. Борьба выдалась действительно сложной, и игроки демонстрировали достойную игру на высоком уровне. Ведь в первенстве Щелковского района участвовали такие выдающиеся игроки, как Антон Шкарин – чемпионат мира по пляжному футболу, заслуженный мастер спорта России. Николай Широченков – обладатель Кубка России в составе команды «Спартак Щелкова», мастер спорта международного класса, чемпион мира студенческого чемпионата. Сергей Коридзе – бомбардир чемпионата Европы по мини-футболу. Очень сложно бороться, во-первых, с такими молодыми амбициозными ребятами. Они тренируются, играют на Россию, у них большие перспективы, большие высокие скорости. Но мы справились, сыграли в свою силу, показали, что умеем. Ну и я считаю, что заслужили эту победу.